Глава третья. Таланты и поклонники. На пятнадцатый день царствования Nightmare Moon заседание совета было расширенным и выездным. Проходило оно в Пунивилле. Как в любой стране в любые времена, провинциальный визит высоких гостей сопровождался неизбежными празднично-развлекательными мероприятиями добровольно-принудительного характера, к которым столь же неизбежно были привлечены школьники. «Пожалуйста, давайте поприветствуем наших юных артистов!» Похоронным тоном возвестила Чейли с натянутой улыбкой. Из складок занавеса вышла Сильверспун в Хламиде, от вида которой у Рейти нервно задергался глаз. Сие должно было изображать древние одеяния. Юная пони жалобно шмыгнула носом и дрожащим голосом начала. «Злодейкой Nightmare Moon была, Так много ела и пила, Что еле-еле проходила в двери!» Занавес раздвинулся, и потрясенные зрители увидели злодейку в исполнении даймонд-тиары. Сквозь ее диадему была просунута свернутая из бумаги трубка, Изображающая рог. В качестве крыльев на спину был приделан старый драный зонтик. Для соответствия образу под живот подвязали здоровенный воздушный шарик, И все это, включая саму актрису, покрасили в радикально черный цвет. У Рейти задергался второй глаз, и не только у нее. Твайлайт плотно сжала зубы. Видит небо, она приложила все усилия для того, чтобы отменить это позорище, Но ей не удалось. А с учетом того, какую должность она сейчас занимала, Данный факт говорил о многом. На сцене, между тем, разворачивался сюжет, Хорошо известный каждому со второго класса школы. Когда Найтмер Мун разнесло настолько, Что она совсем перестала проходить в двери, Злодейка разобиделась на весь мир И решила укутать его вечной ночью, Дабы скрыть от чужих взоров свой кошмарный вид. К несчастью для себя, она перешла все мыслимые границы. После того, как ей был подло сожран тортик, Лично испеченной принцессой Селестии для сирот из приюта, Ее солнечное высочество преисполнилось праведного гнева И вызвало злодейку на бой. Селестию представляли снипс и снейлс. Первый сидел на спине у второго под белой попоной С криво вышитым солнцем И левитировал по бокам два веера, Долженствующие изображать крылья. Принцесса получилась какой-то немного горбатой, Но в общем вполне ничего, Особенно по сравнению со злодейкой Найт Мэр Мун. Из всех участников постановки Эти двое были единственными, Кто явно наслаждался своей ролью. Впрочем, среди зрителей в зале Наслаждавшихся было еще меньше. Под гробовое молчание зала Сюжет плавно дошел до своего логического завершения. Селестия нанесла Найт Мэр Мун сокрушительную победу, Обожравшаяся злодейка Лопнула И забрызгала собой лунный диск, Оставив на нем зловещий узор. Финал отыграли напрямую. С нейлс магии лопнул шарик Под животом у Даймонд Тиары. В этот момент из-за кулис Сколдовали яркую вспышку. И пока зрители промаргивались, Фанерный кругляш был перевернут С чистой стороны на запятнанную. Настоящая Найт Мэр Мун в зале Радостно зааплодировала передними копытами И обвела еды внимательным взглядом, Запоминая тех немногих, Кто с дуру последовал ее примеру. Артисты вышли на поклон. Хорошие деточки! Умиленно проворковала принцесса И почему-то облизнулась. Причем в сторону Сильверспун и Даймонд Тиары. Ну, бегите все! Учить уроки! Закулисные постановщики Из числа старшеклассников Правильно поняли намек И поторопились убраться Вслед за исполнителями. А вслед за ними и представители Местной администрации. Найт обратила взор на группу чиновников, Из-за которых заседание И имело статус расширенного. Итак, мы полагаем, Уважаемые представители Эквистрийской образовательной ассоциации Воочию убедились в том, Что школьную программу надо менять. Как мы с вами только что увидели, Ряд входящих в нее произведений Просто не соответствует Исторической действительности. Если кто-то не согласен С нашими предложениями, Мы готовы выслушать все претензии. Даже в сии кризисные времена Мы не пожалеем нашей магии На исправление недоразумений. Советник Нейсей может подтвердить То есть уже не может, Но вы нас понимаете. Произошло шевеление. Предводитель чиновников Добыл из портфеля документ О нескольких страницах, Подписал и пустил по кругу. Принцесса понаблюдала за подписанием И одобрительно кивнула. Не смеем вас далее задерживать. Прочие вопросы мы вполне ишим С малым советом, На компетентность которого Более чем полагаемся, Более чем на некоторых Мы имеем в виду, Вы нас понимаете. Дождавшись, Когда за последним закроется дверь, Твайлайт лаконично спросила. «Зачем?» «Надо!» Столь же лаконично ответила Найт. «Кому?» «Мне?» «Зачем?» «А ты не понимаешь?» «Или ты, когда была школьницей, Сама это не учила наизусть?» «Пинки Пай, покажи ей». «Ой, можно?» Подпрыгнула та. «Правда, можно?» «Я сейчас...» «А!» «Во!» «У министра утваяла эту спаркл» «Приключился припадок инфарктл» «От того, что принцесса...» Стих не был дочитан. Твайлайт метнула в пинки Такой взгляд, что воздух заискрился. Буквально. «Что, не понравилось?» Ласково осведомилась Найт. «Ты теперь министр, привыкай!» «И как же мы себя чувствуем?» Вовсе не обязательно это было так обставлять. Им достаточно было просто приказать. Они бы построились и в два счета все сделали. Могли бы мне поручить, в конце концов. Я бы сама... Ха, ишь ты, сама. Смелая какая. Чтобы ты знала, там у них тоже были смелые, но глупые. И ты не ответила на вопрос, как ты себя чувствуешь с этих стишков. Как оплеванная вынуждена была признать Твайлайт. Мне же теперь это спаркл инфарктл до конца жизни будет помниться. Ну и какие тебе еще нужны объяснения? Такие! Детей-то зачем в это впутывать? Ну, во-первых, это ведь детей и касается. Наверняка мы видели еще далеко не самый худший вариант. А во-вторых, я позаботилась, чтобы впутанными оказались не абы какие дети. Это значит вот так, да? Твайлайт посмотрела на Эпплджек, на Рейти, на Рейнбоу Дэш. Именно так. Послушайте, Найт, мне эти трое же ребят, они еще называют себя меткоискателями, самой очень симпатичны, но вам не кажется, что решать их школьные проблемы – это негосударственное дело? Негосударственное? У вас у меня шестеро. На вас все держится. И сколько вы обычно отдыхаете? Четыре часа в сутки пять. И когда половина из вас, половину этого времени убивает на утешение сестер из-за этой мелкой школьной дряни, это тебе негосударственное? Но, а потом эти трое симпатичных тебе ложатся спать, и им эта дрянь снится, а эти сны еще и на меня валятся. Знаешь, хоть каково это? Я, между прочим, не больше вашего отдыхаю, и если ты думаешь, что разгребать эти кошмары доставляет мне удовольствие, то сильно ошибаешься. Но можно же было как-то по-другому это сделать, даже если так, хотя бы спросить мнение тех, кто заинтересован. Эпплджек. Ну, фермерша почесала шляпу. Врать не буду, я тем двум поганкам ремня-то выписала бы с удовольствием, чтобы им недель-две потом не сиделось. Да только не при всех же. Никого не след так-то позорить. Вот. Рэйти. Это было впечатляюще, безусловно, очень. Но совершенно безвкусно. Я бы сказал, тут как еще посмотреть, кто больше опозорился. Дэш. Крут, конечно. А только крутость показывать против тех, кто сам не крут, это как-то не очень круто. Вот. Видите? И что? Могу повторить для непонятливых. Так было надо. А можно для особо непонятливых еще и объяснить, зачем? Нэтмэр Мун вздохнула. Самое время для уроков. Ну, ладно. Когда ты отправлялась через лес к замку двух сестер изгонять меня, ты взяла с собой подруг. Зачем? Они и сами пошли со мной помогать мне. Как же еще? Недоуменно ответила Твайлэд. Уточняю вопрос. Зачем ты взяла с собой всех подруг? Могу понять про Эпплджек и Рейнбоу Дэш. Это сила, смелость, разведка, поддержка с воздуха. Пинки Пайн, ну, допустим. А Рейти? При всем к ней уважении, она обычный средний маг, совершенно не боевого толка. А Флаттершай? Ну, я что, должна была кому-то сказать, от тебя там толку все равно не будет. Сиди лучше здесь и не путайся под копытами. Помощи и поддержка лишними не бывают. В конце концов, я просто чувствовала, что так будет правильно. О-о-о-о. Нед ехидно заулыбалась. Я чувствовала, что так будет правильно. Хорошо запомни эту фразу. Я тебе ее буду время от времени цитировать. Собственно, получай. Я устроила это показательное позорище именно потому, что чувствовала то же самое. Удовлетворена? Нет, радостно воскликнула Твайлайт. Если что, наш поход, основанный на этом чувстве, окончился поражением. Плохое сравнение. Ммм, прошивая я наставница, сообщила Найтмэрмун в потолок. Можно подумать, меньшим составом вы бы победили. Ну, раз уж об этом зашла речь, почему вы проиграли? Вы сильнее, гораздо опытнее, это же очевидно. Плохой ответ на троечку. Его можно было бы принять, если бы вы просто проходили мимо и заглянули в развалины. Но вас послала моя сестра, а она еще опытнее меня. Чем, по-твоему, она думала, поручая тебе эту миссию и надеясь на успех? Ученики твоего уровня, это, знаешь ли, отнюдь не расходный материал. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ когда ее буквально ткнули носом? Спорить готово. Когда она отправляла тебя сюда, то говорила странные вещи. Попробуй припомнить, что показалось тебе самым странным. Да все. Я ей о жутком пророчестве, а она меня чуть ли не пинком в провинциальный городок. Праздник праздновать и с друзьями дружиться. Стоп. Чуть позже ты поймешь, а пока просто прими, что сестра все сделала правильно и ты все делала правильно. Так почему же вы проиграли? Ну, если с тех двух сторон все делалось правильно, это звучит по-дурацки, но, видимо, мы столкнулись с какой-то неправильной Nightmare Moon. Ну да. Помнится, я ведь именно так и подумала. В самую точку. Теперь подумай еще. Тот замок был средоточием моей силы. Ну и сестры, конечно. Наивно было бы полагать, что у меня нет способов почувствовать приближение гостей вроде вас. Что сделала бы правильная Nightmare Moon? Наверное, помешала бы нам всеми силами. Постаралась бы угробить нас еще на подступах. Конечно. И тем самым дала бы вам кучу возможностей проявить свои лучшие качества и обрести элементы гармонии, обретавшейся когда-то в замке. Шестеро совсем-совсем разных пони. Совсем уж очевидный намек. Будь у вас хотя бы два элемента из шести, и бой был бы уже на равных. А против трех я бы без вариантов проиграла. Поэтому я предпочла спокойно дождаться вашего прихода и попробовать договориться по-хорошему. Ну, относительно, конечно. Получилось? Твайлайт на несколько секунд застыла с отвисшей челюстью. Кусочки головоломки, о которых она до сих пор даже не задумывалась, сложились в единое целое, и теперь это требовало осмысления. Найт хмыкнула и переключила внимание на ее подруг. А вы, красавицы, когда Твайлайт вышла к вам и начала строить, почему вы бросились выполнять? Вас никто не пугал и никто на вас не давил? Четыре взгляда сошлись на Рейте, которая после Твайлайт обладала самым хорошо подвешенным и при этом наиболее воздержанным языком. Та, пожалуй, плечами и озвучила. Твайлайт, она, коротко говоря, умная и образованная. А я, конечно, маг средненький, но если бы рядом со мной кому-то промыли мозги, то я бы наверняка почувствовала. Не было такого. И магия снова была при ней. А все эти задания и сроки сначала показались немного шокирующими, но на второй взгляд уже довольно разумными. Благо, меня задачили не в первую очередь. В общем, у меня было впечатление, что все это действительно нужно. Было впечатление, что так нужно. Ничего не напоминает? Ой. Вот именно. Запомнить, девочки, я считаю, что так нужно. Это важнейший и зачастую единственный инструмент правителя. Что особенно важно, он работает даже тогда, когда остальные так не считают. У хорошего правителя, конечно. Круто, прокомментировала Рейнбоу Дэш. А если потом того окажется, что нужно было не так, или что так было совсем не нужно? Хороший вопрос. Тут дело вот в чем. Если правитель что-то там считает, и потом оказывается, что он считал это правильно, то все приписывают его прозорливости, гениальности и так далее. Это хорошо запоминается. А если он немножко через чур часто ошибается, то довольно быстро перестает быть правителем. А в запущенных случаях просто перестает быть. Как вам не стыдно? Это было произнесено чуть громче шепота, но в исполнении Флаттершай звучало практически как крик. Все поперхнулись и уставились на нее удивленными глазами. Желтая пегаска вспорхнула на стол, встала лицом к Найт и вперила в нее свой фирменный взгляд. По-моему, тут кое-кто уводит разговор от темы. Если кое-кто забыл, там остались двое обиженных и испуганных детей, про которых даже заинтересованные стороны сказали, что это перебор. Кое-кому следовало бы перед ними извиниться, успокоить их и объяснить им по-хорошему, а иначе... А иначе что? С явным интересом осведомилась Найт Мэрмун. Иначе мое мнение об этом кое-ком изменится в худшую сторону. Смущенно пискнула Филтершай и спрыгнула со стола на свое место. Извиняться, успокаивать, объяснять и не подумаю. У меня есть идея получше. Полагаю, будет вполне достаточно, если с ними в своей неповторимой манере поговорит элемент честности. Принцесса кивнула на Эпплджек. Скажет им то самое, что сказала нам тут, я имею в виду насчет ремня, так, чтобы две недели не сиделось. Прокомментирует, что лично я с этим вполне согласна и что ее власти придворного советника для такой процедуры более чем достаточно даже без высочайшего одобрения. А потом добавит, что нашлась лишь одна единственная пони, которая из этих двух дур по-настоящему заступилась и пояснит, что даже изгнанная на тысячу лет злодейка Найт Мэрмун имеет какое-никакое представление о доброте, в отличие от некоторых. Все удовлетворены. Эпплджек хмыкнула и кивнула, а вслед за ней и Рейти с Рейнбоу Дэш. Взгляд принцессы задержался на Флоттершай, та пошевелила губами, но ничего не сказала и тоже кивнула. Прекрасно. Между нами говоря, а главное-то доказательство того, что все это было не зря, никто из вас и не заметил. «Какое еще доказательство?» подозрительно поинтересовалась Твайлайт. «Да вот же оно сидит. Элемент доброты, собственной персоной. Прошу любить и жаловать». На шее Флоттершай висела подвеска с розовым камнем, ограненным в форме бабочки. Хотя наставница из меня все-таки паршивая, самокритично вздохнула Найт. Примечание автора Цитируемая в этой главе баллада о Найтмермун представляет собой слегка измененные стихи Владимира Высоцкого. Это начальные строки одной из его песен, написанных для аудиоспектакля «Алиса в стране чудес». Что же касается сюжета баллады, то он навеян поэмой Владимира Маяковского «Сказка о Пете толстом ребенке и о Симе, который тонкий». Глава четвертая Черновик и реальность Дверь скрипнула. «Разрешите доложить вашу светлость?» «Да, лейтенант?» Твайлайт оторвалась от своего черновика. «Вы изволили приказать сообщить через полчаса?» «А что, уже?» Взгляд на часы. «Да, действительно. И что?» Ответ, в общем-то, вполне читался на физиономии гвардейца. Тот совсем не по-военному вздохнул и пожал плечами. «Без изменений? Так и продолжает?» «Никак нет. Изменений не заметил. Так точно. Продолжает». «Принято. Спасибо. Знаете что, лейтенант, просто сообщите мне, когда ситуация изменится, чтобы зря не бегать и не отвлекаться». «Есть, мэм». Дверь аккуратно закрылась с той стороны. Твайлайт тоже вздохнула и вернулась к бумагам. Ситуация, не та, о которой был сейчас разговор с лейтенантом, а глобальная, становилась какой-то неопределенной. Письмо на столе подтверждало, что это начали замечать и другие. Аккуратно вычерчиваемый график показывал, что за последнюю неделю продолжительность дня не увеличилась и даже напротив, уменьшилась на две минуты. Найт, будучи спрошенной, довольно ясно и убедительно дала понять, что в разговорах с ней затрагивать эту тему пока не следует. Однако такие графики чертила не только Твайлайт. Сомбра прислал с севера семена и саженцы сортов, специально выведенных имперскими агрономами для условий полярной ночи. Безвозмездно, да еще предложил помощь консультантами и рабочей силой. Эпплджек сейчас как раз занималась тем, что принимала и распределяла подарок. Между обтекаемо вежливых строк сопровождающего письма явственно читалось, что король исходит из нынешнего суточного ритма, не питает никаких иллюзий насчет выживания кристальной империи в одиночку, а потому готов пособить соседям всем, чем только может, и просит лишь не забывать об этом, если помощь понадобится его стране. Точнее, когда понадобится. В настоящее время продолжительность дня примерно соответствовала поздней осени, чуть меньше восьми часов. Не так уж страшно, поскольку за неудачным праздником солнца все-таки осталось половина лета. не так уж страшно на этот год. Запасы на случай неурожая были, а вот потом попавший в такую же ситуацию Сомбра, конечно, поступил умно, правильно и замечательно. За сделанный им подарок следовало хвататься всеми четырьмя копытами, а также телекинезом и крыльями, у кого они были. Однако... Однако честный ответ предполагал хоть какую-то информацию о причинах происходящего и прогноз на будущее. Твайлайт не побоялась бы сунуться к Найт повторно, собственно, она и собиралась. В конце концов, речь сейчас шла не о ее личном любопытстве, а о добрых отношениях с соседями. Но Найт в настоящий момент была выведена из строя и никакой информации дать не могла. А ведь этот день начинался так обыденно, можно даже сказать, скучно. Сначала... Ну да. Сначала было письмо Эпплджек из Ванхуэра. Груз от Кристальной Империи благополучно прибыл, получено столько-то того, столько-то сего, приступаем к распределению, просьба прикомандировать полтора десятка быстрых курьеров, все такое. Твайлайт озадачила Рейнбоу Дэш насчет курьеров, отправила Рейти в посольство согласовать вопрос насчет консультантов со своими рабочими копытами в Эквестрии хвала небесам проблем пока не было и села за ответное письмо к его величеству Сомбре. Стандартно-формальные строки о безмерной благодарности с заверениями к готовности оказать всяческую ответную помощь, между которых читалось полное согласие в оценке ситуации, родились довольно быстро. Дальше нужно было сообщить что-то по сути дела. И Твайлайт начала прикидывать список вопросов для Найт параллельно с формулировкой в которую можно было бы упаковать ответы. Вот тут-то в дверь и постучали. Виноват, мэм! Громогласно озвучил очевидный факт гвардеец в броне с лейтенантскими шевронами. Вы даже не представляете насколько. Что там у вас случилось, офицер? Осмелюсь доложить, мэм. Ситуация выходит из-под контроля. Брови Твайлайт взметнулись вверх. Никакого шума она не слышала, никаких возмущений в магии не чувствовала. Раз уж осмелились, доложите и подробности. Виноват, мэм. Испытываю затруднения. Не знаю, как лучше описать происходящее и не могу знать причину. Брови госпожи министра поднялись еще выше. Лейтенант, задумчиво произнесла она, я полагала, что военные училища должны быстро избавлять кадетов от привычки к употреблению выражений типа «не знаю, как описать происходящее». Так точно, избавляют. В таком случае не доводилось ли вам слышать о понятии «неполное служебное соответствие»? Так точно, доводилось. Осмелюсь доложить, мэм. Проблема не во мне и не в соответствии. Проблема вокруг. Если ваша светлость соизволит подойти к окну, ее светлость соизволили. По изумрудному небу медленно проплывал косяк творожных сенбургеров. На фиолетовом газоне радостно скакали гигантские восьминоговые квакузнечики. Светки брыкучей пивы задушевно мурлыкали часы с кукушкой, висящей там вверх ногами. Причем вверх ногами отнюдь не было фигуры Эчи. У этих часов ноги действительно имелись. И хрюкатали зелюки как мемзики в мове. Задумчиво проговорила Твайлайт. Должна извиниться перед вами, офицер. Теперь я понимаю суть ваших затруднений. Хрюка, как вы сказали, это вот так называется? Неважно. Теперь, когда я поняла суть происходящего, расскажите предысторию. Предыстория мем тоже не особенно понятная. Ежели ваша светлость знают дворцовый сад. Знаю. Там есть лужайка со статуями и на ней такая виноват запамятово название. Статуя изображала такого сключенного типа, ну, от каждой твари по кусочку, если вы понимаете, о чем я. Да, я поняла, но вы сказали изображала? Так точно, в этом вся суть. В общем, статуя жила, этот тип сошел с постамента и, собственно, вот, сами изволите видеть. Вижу. И как же он, собственно, это вот? Я не чувствовал и не чувствую ничего магического. Не могу знать, мэм. Флэш-се, ну, один парень из моего взвода употребил выражение «гнет реальность об колено». Хм, об колено. Довольно точно сказано. Знаете, лейтенант, по-моему, вы сейчас обратились не по адресу. Осмелюсь напомнить, мэм, с восхода солнца прошел всего час. Не велено беспокоить в пределах полутора часов до и после восхода и заката. Я помню, но речь не об этом. Прежде чем беспокоить ее высочество, найдите советника Пинки Пай. Скажите, что вас послала я, расскажите все то же самое, что сейчас рассказали мне, дальше действуйте по обстоятельствам и согласно ее распоряжениям. Вопросы есть? Так точно. Почему именно ее превосходительство? Потому что, лейтенант, скажу вам честно, лично я гнуть реальность об колено не умею. Я не знаю никого другого, кто умел бы. Если понадобится, обращайтесь прямо к ее высочеству. Можете игнорировать распоряжение ссылаться на меня. Выполняйте. Есть, мэм. Гвардеец исчез за дверью. Твайлайт вернулась к столу и стала собирать в голове витиеватую, сложно сочиненную формулировку, которая уже почти совсем сложилась, но рассыпалась из этого неожиданного доклада. После определенных умственных усилий фразы наконец выстроились, первая из них начала ложиться на бумагу и тут снова открылась дверь. На этот раз в кабинет вошла пинки. Правда, это была какая-то не совсем обычная пинки. Она и вошла от нога за ногу, чего за ней обычно с роду не водилось, и голос у нее был какой-то негромко неуверенный. «Твай, я там это... В общем, если что, пусть у меня из зарплаты вычитают, ладно?» Твайлайт не на шутку встревожилась. «Пинки, да что там у вас такое? Опять, что ли, ситуация из-под контроля выходит?» «Если бы, я его, этого контроля, то есть, слишком много себе позволила, вот». «Да можешь ты нормальным языком объяснить-то в конце концов». «Ну, нормальный тут не совсем то слово». Пинки чуть оживилась. «В общем, прибежал этот лейтенант, сказал, что ты велела приглядеть за реальностью, я и пошла. Там в саду этот типа жившая статуя, ну ты в курсе». Попробовала с ним поговорить, он таким шутником оказался. Слово за слово, ну, поприкаловались мы друг над другом. У него шутки немного старомодные, но классные. Моей сестре такие нравятся. Я даже парочку запомнила, надо будет записать. Пинки». То есть я имею в виду, как время будет. Вот. А потом я ему прикольный стих прочитала. Тот самый, из-за которого Флатти давеча строила Найт, помнишь? Он хохотал, как псих, а потом спросил меня, кто такая эта Найт Мирмун. Мне бы тогда сразу сообразить, что статуя эта должна быть древнющей, ведь это ж тысячи лет назад было, и если он не знает, то выходит «Пинки». Ну, в общем, я не сообразила сразу и ответила ему, как есть, что Найт Мирмун это вроде как принцесса Луна, хотя и не совсем. А он тогда вот. Да что вот? Я сегодня с ума сойду от ваших описаний и докладов. Но Пинки повозила копытом по полу. В общем, он тоже лопнул от смеха. Такая яркая вспышка пыхнула, а когда я снова видеть смогла, вокруг меня от него только каменные куски валялись. Кстати, можно я парочку сестре отошлю? Она как раз камни изучает, я тебе рассказывал про нее? Пинки, я сама сейчас лопну или на куски рассыплюсь. Я уже даже не знаю, что сейчас сделаю. Прости, увлеклась. Так вот, он лопнул, тут я про тысячу лет и сообразила. Струхнула маленько. Если эта статуя такая древняя, то она же ценная, наверное. В общем, в случае чего, пусть из моей зарплаты вычитают. Я согласна. Да в тартер статуи с зарплатами, с реальностью-то что? А, это, ну, как он лопнул, так вроде все в норму вернулось. Можешь сама убедиться. Твайлайт встала из-за стола, подошла к окну и убедилась. Глянула на часы. Иди, докладывай, Найт. Полтора часа с восхода уже прошло, теперь можно. А на меня не того? Думаю, что нет. В конце концов, реальность важнее. Окей-докей. Пинки Пай уже в своем нормальном состоянии упрыгала за дверь. Твайлайт вернулась за стол и снова заскрипела пером по бумаге. Всего лишь каких-то пять минут и дверь распахнулась так, будто ее пытались вышибить пинком. А может, и пытались. В кабинет влетел все тот же лейтенант. За его спиной виднелась испуганная пинки. Виноват ваша светлость. Осмелюсь доложить, контроль над ситуацией опять утерян. Как бы это сказать-то? Твайлайт подавила сильное желание запустить в гвардейца чернильницей. Глянула в окно, но там все было нормально. Ведите, коротко велела она, выходя из-за стола. Лейтенант шустро порысил по коридору. Твайлайт и пинки за ним. Вид у пинки был довольно бледный, так что расспрашивать ее сейчас не очень хотелось. Проще было посмотреть своими глазами. Через минуту у госпожи министра появилось смутное подозрение, а еще через пару минут оно превратилось в уверенность. Лейтенант привел ее не куда-нибудь, а к дверям кабинета Найтмер Мун. Перед коими вместо одного стояло аж трое стражников-единорогов, зачем-то державших мощный полок тишины. Увидев высокое начальство, они четко отсалютовали и расступились. Один из них распахнул дверь. Твайлайт заглянула внутрь и обомлела. Ее темнейшее высочество Найтмер Мун изволили валяться на спине посреди кабинета, раскинув во все стороны ноги крылья, и громко неприлично ржать, неконтролируемо болтая в воздухе упомянутыми ногами и крыльями. Быстрый взгляд на принцессу, быстрый взгляд на пинки, в голове сложились два и два. Ты, видимо, успела ей все рассказать? Ага. А она вот так? Ого. Смеховая истерика, тоном знака констатировал лейтенант. Вообще-то при ней рекомендуется хорошая плюха. Твайлайт задумчиво посмотрел на него. Но присяга не позволяет. Значит так, никого, кроме меня, не пускать. Полок тишины продолжайте держать, это одобряю. Через полчаса заглянуть внутрь и доложить мне ситуацию. Истерики вечно не длятся. Есть, мэм. Твайлайт встряхнула головой, отгоняя утренние воспоминания. Ха, утренние. Всего полчаса, как это кончилось, и, собственно, еще даже не кончилось. Истерики, конечно, не длятся вечно, но сколько может длиться истерика у вечного оликорна? У нее было стойкое ощущение, что если продолжить работу над черновиком, то произойдет еще чего-нибудь. Поэтому она ограничилась тем, что переписала его в нынешнем состоянии целиком с учетом всех правок. В дверь опять постучали. Входите, лейтенант. На сей раз физиономия гвардейца лучилась радостью. Что, перестала? Так точно, ваша светлость. Сорок минут общим счетом. Спасибо, иду. Снимите усиленную охрану у дверей и пошлите кого-нибудь за советником Пинки Пай. Снято и послано, осмелюсь доложить. Благодарю за службу, лейтенант. Рад стараться, ваша светлость. Пинки Пай уже переминалась с ноги на ногу у двери начальственного кабинета. Она подошла минутой ранее и заходить одна явно побаивалась. Твайлайт собралась с мыслями и толкнула дверь. А, это вы, вздохнула Найт за своим столом. Да. Что, да? Да, я уже в порядке. Вы же ведь это хотели спросить. Не только. Найт, вам не кажется, что вы задолжали мне несколько объяснений? Возможно. Ну, спрашивай. Впрочем, следующий вопрос я тоже знаю. Это был Дискорд. На лице у Твайлайт очевидно, что-то отразилось. Потому что Найт удивленно шевельнула бровями. Хочешь сказать, сестра тебе про него ничего не говорила? Нет, то есть я вроде бы пару раз где-то встречала или слышала это имя, но без всяких подробностей. Не самый умный шаг со стороны сестрицы. Хотя там и подробностей-то тех. Что это за подробности? Четыре слова. Почти всемогущий дух хаоса. Хаоса? Да, это было довольно похоже, но я ничего не чувствовал на магическом уровне. Я не должна была. То, что творит Дискорд, это не магия. Во всяком случае, совсем не такая магия, как у нас. Больше рассказать не могу, просто не знаю. Возможно, сестра чего и наисследовала в мое отсутствие, да и то вряд ли. А при чем здесь эта статуя в саду? Мы с сестрой заточили его в камень за сто с лишним лет до того, как меня бросили на периферию. Возле замка поставили, чтобы присматривать проще было. Потом она, очевидно, перетащила сюда из тех же соображений. И как же вам удалось его заточить, если он такой всемогущий? Хороший вопрос. Для этого понадобилась вся наша объединенная сила, да еще сила всех элементов гармонии. Сама понимаешь, такому трудно что-то противопоставить. Однако сегодня он освободился. Совсем хороший вопрос. У меня есть теория, она мне не нравится, но неплохо кое-что объясняет. Древние заклинания со временем слабеют. Похоже, моя сестра поддерживала их по мере надобности, но теперь ее нет. А я не в полной силе, да и вкус дела пока не вошла до конца. Вы сказали заклинания? Ты молодец. Значит ли это, что кристально импе? Да. Сомбра первый, хотя тогда он, конечно, первым не назывался, был тем еще типом. Нам очень повезло с его наследником. И с тем, что у нас есть Эпплджек. Да, и с ней тоже. А еще с этой моей личиной. Да, вы говорили, хотя я так и не поняла, при чем тут это? Там, на севере, должны хорошо помнить двух сестер. Не самый приятный для северян стороны. А под этим именем и в этом виде они меня не знают. У вас была бурная молодость. Бурная не то слово. Впрочем, тебе тоже будет что вспомнить на склоне лет. Еще вопросы есть? Есть. Очевидно, мы теперь можем не бояться кристальную империю, а дискорда? Не можем. Для него лопнуть, как для пони сменить подковы. Если сходишь в сад, увидишь статую на прежнем месте, хоть и в другой позе. Что делать, если опять оживет? Ну, во-первых, это будет не завтра и не послезавтра. Я там, как прохохоталась, первым делом кое-что предприняла, исходя из своей теории. А во-вторых, пусть оживает. У нас уже сейчас есть половина элементов гармонии. Треть. Половина. Элемент смеха только что воплотился он, смотри сама. Подвеска Пинки была голубым камнем, ограненным в форме воздушного шарика. Найт вздохнула. Хотела бы я еще знать, в ответ на что он воплотился. Ну, то есть как? А вот так. Пинки Пай могла получить его одним из двух способов. Либо за то, что лопнула смехом дискорда, либо за то, что сделала со мной. Выбить меня на 40 минут тоже достижение не из мелких. А что, есть разница? Теперь уже нет, просто любопытно. У вас ко мне все? Нет. Еще чего-нибудь такого можно ожидать из вашей молодости? При мне такого больше не было. Но, сама понимаешь, если сестра что-то подобное учинила без меня в одиночку, то я этого знать уже не могу. Возвращаясь к теме Кристальной Империи, там у меня лежит письмо Сомбры, в котором он намекает, что ему очень хотелось бы иметь какую-то определенность относительно суточного ритма. Я помню тот наш разговор, но речь-то не обо мне. Эх, суточного ритма. Принцесса поморщилась. Ты там что-нибудь уже успела набросать для ответа? Черновик готов процентов на 80, мне в это утро не очень дали поработать. Перебросишь его мне сюда, вместе с тем письмом, сама отвечу. Все, девочки, утро кончилось. Работаем. Примечание автора. В этой главе Твайлейт цитирует стихотворение Льюиса Кэрролла Бармаглот в переводе Дины Орловской. Понятия не имею, откуда она его знает, но можно не сомневаться, что Дискорду эти стихи понравились бы. Они вполне в его духе.